Ребята, всем привет! Добро пожаловать в мое новое видео. Я сейчас нахожусь в тренерском, у меня есть небольшой перерыв, и поэтому я решила записать это маленькое разговорное видео. Итак, меня зовут Полякова Наталья, я профессиональный фитнес-тренер и нутрициолог, и сегодняшнее видео будет посвящено теме основному различию в работе и подходе к работе профессионального спортсмена и обычного посетителя тренажерного зала. Тренером я уже работаю около 10 лет, и за все это время где-то 90% моих клиентов, это, конечно же, просто люди, которые приходят для того, чтобы восстановить свое тело, поработать над пропорциями, улучшить показатели здоровья, улучшить свое состояние. И 10% где-то из всей клиентской массы это профессиональные спортсмены, которые также обращаются за услугами тренера для того, чтобы восстановиться после травм, прийти в какую-то форму определенную, скинуть вес где-то грамотно и улучшить какие-то свои физические показатели. Потому что спорт, спорту рознь, каждый тренируется по-разному, это зависит именно от вида спорта. То есть не все профессиональные спортсмены умеют грамотно работать с тренажерами. И точно так же в питании, то есть в питании я тоже беру клиентов, работаю с клиентами из разных сборных, потому что питание это тоже такой нюанс, где нужны именно балансировка, именно для спортсменов важна процентовка баланса калорий, белков, жиров и углеводов. И им, как правило, не подходят те рекомендации для обычных посетителей зала, которые не спортсмены. И здесь тоже нужно понимать, и в такой момент бывают профессиональные спортсмены, которые уезжают куда-то в другие страны, которые ведут, в принципе, какой-то разъездной образ жизни в связи с соревнованиями. И вот как им держать питание, как им не нарушать свой баланс, гормональную систему, особенно девчонки. И вот с такими я тоже работаю случаями. Так вот, что качественно отличает обычного клиента и профессионального спортсмена? Тотальное подчинение и доверие к своему тренеру. Потому что вот когда ты работаешь с человеком, даже не нужно спрашивать профессионального спортсмена или кто, потому что по его отношению сразу видно, все твои слова воспринимаются беспрекословно. Ты для него босс. То есть все, что ты говоришь, он беспрекословно выполняет. Дисциплина просто идеальная. Если у обычного посетителя зала есть такое, я пойду, не пойду, мне что-то сегодня грустность, что-то погода не такая, что-то у меня там случилось. Когда ты работаешь с спортсменом, он все выполняет беспрекословно. То есть он настолько, настолько тотально тебе доверяет, он настолько доверяет ему подходу, твоим словам. Если ты говоришь, нужно вот так и нужно вот это, он это все делает. Вот это самое качественное отличие между профессиональным спортсменом и обычным человеком, который просто пришел в зал подкачаться. Задумайтесь над этим. Это видео, надеюсь, было полезным, было интересным. И напишите, кто вы из этой категории. Всем пока. Я вас очень люблю. Обнимаю. И увидимся в новых видео на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok